ассаламу алейкум дорогие подписчики друзья знакомые и незнакомые в общем по поводу системы батоп хотелось бы сегодня поговорить батоп кстати батом мы будем переименовывать наверное потому что это слово она известно только из фаринским даже не всем таджиком таджики из других регионов не понимает что это за слово не говоря уже а там других народов из других стран а русских там и так далее у них ассоциируется с потопом если у нас называется батоп б б первые буквы кто всем слышится пп потоп поэтому так как мы не ограничены только офисаринскими наш продукт он для широких масс поэтому будем в общем переименовывать ну ладно сейчас не в этом что это за система многие спрашивают это уже успел на изучить самостоятельно это финансово аналитическая система для чего она нужна в первую очередь вот там есть некоторые инструменты которыми уже пользуются наверное многие представители малого среднего бизнеса естественно крупного бизнеса анализ в общем анализ тренды куда идет ваш бизнес к чему катится но самая главная наша фишка самое скажем так то чего нет вообще на рынке то чего не предлагает ни одна другая система вот мы значит даем рыночные индексы рыночные показатели что за рыночные показатели значит ладно сейчас немножко вступление пусть будет перед этим для кого эта система она в основном для представителей малого бизнеса у кого скажем так нет административных ресурсов но они не могут себе позволить допустим аналитика взять штат а у самих у них может быть не хватает таких вот знаний специфических знаний в этой области вот может быть нет навыков работы вообще в принципе с компьютерной техникой вот поэтому этот продукт для таких людей которые привыкли записываются в тетрадку и примерно прикидывать как как какие у них ну как у как у них обстоят дела в общем рост или падение там они не могут сравнить там месяц с месяцем как-то называется забыл я на английском все перевожу это в общем месяц конкретный с месяцем прошлого года с аналогичным месяцем прошлого года вот а это очень важно и позапрошлого и так далее чтобы видеть какова картина если у нас декабрь декабрь это сезон как правило в основных отраслях экономики это сезон продаж предновогодние дни там вот большой спрос на товары и услуги то естественно мы не можем этот месяц сравнивать с декабрем или с январем когда январь вообще месяц мертвый вот мы можем декабрь сравнивать с декабрем прошлого года позапрошлого года и так далее в общем возвращаясь к этим показателям рыночным показателям каждый предприниматель хотел бы знать каковы дела на рынке в целом именно в той нише в которой он задействован допустим если у него если у него допустим ну давайте возьмем шаурму точка шаурмы ну или шавермы да кто там в питере живет шавермой называют каждый предприниматель ему интересно насколько он эффективно работает вот как дела у других но никто никогда не будет делиться информацией не ну это как бы коммерческая тайна вот такой информации не делятся поэтому что делает система значит предприниматель регистрируется в системе там все логин пароль все зашифровано никто не имеет доступа к этой информации вносит на все данные каждый день и за дня в день количество продаж выручка количество продаж кто хочет вносит то не хочет не вносит это не считает количество продаж это имеется ввиду сколько чеков сколько покупок было сделано вот ну и общая выручка из этого потом будет формироваться средний чек который можно будет отслеживать из месяца в месяц растет он или падает потому что кроме шаурмы на люди там берут чай кто-то там сок вот так я условно говорю если даже не говорить не о шаурме там может быть стандартный набор а допустим о ресторане кафе там 1 2 3 люди стали экономить там меньше заказывать или как бы на широкую ногу поэтому это в общем для этого ну и вот вносит данные и у него рисуется квартира такие как он работающий в этой же сфере я имею ввиду если если это шаурма значит он система анализирует всех игроков на этом рынке все кто в общепите задействован именно в шаурме вот допустим там будет 10 10 зарегистрировавшихся предпринимателей со своими точками по каждой точке кстати отдельно ведется аналитика анализ и что значит происходит каждый предприниматель видит свою точку свои данные вот и видит среднюю погоду по палате скажем так среднюю температуру как говорят по палате что это значит средние рыночные показатели допустим каждый предприниматель не лая каждый предприниматель платит аренду вот у него допустим выручка составила там грубо говоря миллион рублей миллион рублей аренда в этом месяце ну не в этом аренда это константа как бы постоянное значение я не знаю что это дает ну как ну как си татя а а а а а Я извиняюсь, в общем, пришлось камнями покидаться. Рекламная пауза была. В общем, на чем мы остановились. Насчет аренды. Каждый предприниматель имеет аренду. Это постоянное значение. И выручка. Переменное значение. И вот мы каждый месяц смотрим, какая у нас доля нашей аренды в выручке. Допустим, если на миллион продал, у тебя там аренда 50 или 100 тысяч. Ну, 100 тысяч, допустим, у тебя аренда на миллион ты продаешь. Значит, доля твоей аренды в выручке составляет 10%. Это, значит, твой показатель. Доля аренды в выручке. И такие, как ты, точно такие же, которые задействованы в этом же бизнесе, в шаурме, скажем, значит, система анализирует всех таких, кто в твоей сфере работает и показывает, значит, рыночный показатель. То есть, никакой коммерческой информации друг друга пользователи системы видеть не будут. Они будут видеть только свое и видеть среднерыночные показатели. Вот, допустим, у тебя там 10%, а у твоих там конкурентов там у кого-то 5%, у кого-то 12%, у кого-то 7%. И система будет вычислять и, допустим, средний показатель выведет там 8% рыночных показателей. То есть, ты свою точку, ты сравнишь с рынком, относительно рынка. Вот у тебя 10%, да, а на рынке, допустим, за прошлый месяц среднее значение 8%. Ты понимаешь, что разница в 2%. Ты как бы отстаешь от рынка на 2%. Ну, как бы не сильно отстаешь, но отстаешь. А если у тебя, допустим, 5%, а на рынке 8%, понятно, что ты опережаешь рынок. Среднее значение, если 5%, ты чуть лучше рынка идешь. Тебе уже понятно, как бы, твоя картина, как бы. Но если ты видишь, что у тебя там среднее значение 5% на рынке, а у тебя там доля аренды составила 12%, а то и 15%, то ты уже понимаешь, что тревожный звонок для тебя, и тебе нужно, как бы, принимать какие-то решения. То есть, эта система, по сути, она дает информацию к размышлению каждому бизнесмену, предпринимателю, владельцу своего дела, чтобы каждый человек мог, как бы, понимать, насколько он идет в ногу с бизнесом, идет в ногу с рынком. Если он отстает, насколько, если он опережает рынок тоже, насколько. Из месяца в месяц он, как бы, будет держать руку на пульсе. Вот так вот. И что еще хотел сказать. В принципе, вот это вот. То есть, каждый пользователь будет видеть только свои продажи. Все цифры, сколько продает, какой трафик, какая выручка, это никто не будет видеть. Будут видеть только все свое. Каждый пользователь будет иметь свой логин, свой пароль. Там все зашифровано. И, значит, мы будем видеть только свое и рынок. Сравнивать себя с рынком. Каждую свою точку, каждую конкретную точку можно сравнивать с рынком. И уже от этого отталкиваться. Принимать какие-то управленческие решения. Так что вот так вот. В принципе, идею, я надеюсь, вы поняли, уловили, в чем суть. Поэтому, если будут какие-то вопросы, мы всегда на связи. Наш электронный адрес welcomesobaka.batop.ru По поводу названия. Ну, если что-то изменится, мы обязательно сообщим об этом. Пока Батоп. ББ, первую и последнюю букву. Батоп.ру В общем, будут вопросы, пишите. И у нас есть телеграм-канал, тоже Батоп называется. В описании к видео будет, значит, ссылка на телеграм-канал. В общем, будем на связи. Пользуйтесь профессиональными инструментами анализа. Это совершенно бесплатно. По крайней мере, сейчас. Поэтому пользуйтесь. Рисуйте картину своего бизнеса. Еще вы должны учесть одно, что там не будет сразу вам, не нарисует там система картину. Картина будет формироваться по мере накопления данных. Чем больше вы будете вносить данных, тем больше будет проходить время, тем больше будет понятно, видны тренды, понимаете, куда динамика будет видна, куда идет ваш бизнес. И, кстати, вы можете заносить данные за, допустим, прошедшие периоды. В системе есть такая возможность. Если у вас где-то там хранятся в тетрадках, вы можете все это там сесть за один день и все там внести в систему. Не обязательно тоже каждый день заходить. Можно там раз в неделю заносить данные. За каждый день желательно, чтобы можно было дни недели тоже выявить, какие дни недели лидеры по продажам. Естественно, каждый человек знает. Но тоже динамику по дням недели, допустим, воскресенье. Вот у вас самые лучшие дни, да, там в торговле, ну, принято считать там 5 суббота-воскресенье. Пусть будет суббота-воскресенье и из них лучше там, допустим, воскресенье. Как вот все воскресенья, как они идут? Из месяца, каждый месяц там условно 4 воскресенья. И вот как они идут? Вот они в целом растут или падают? Может быть, у вас будние дни какие-то становятся лучше? Почему? Это тоже вопрос. Ну, это все зависит, допустим, если падают продажи, может быть, качество товара не то. Может быть, знаете, конкурент где-то открылся, там, может, в целом кризис. Но если не говорить там о каких-то, ну, объективных, может быть, знаете, ну, объективных причинах, я имею в виду. Может быть, там, ваш продавец там плохо обслуживает, ленится, там, знаете, грубит, хамит, там, я не знаю. Над этим тоже надо поработать. Качество товара, ну, ценообразование, ну, там все что угодно может быть. Поэтому, как бы, система вам не решит никаких проблем. Система единственная, она даст вам информацию, исходя из которой, вам будет понятно, какие решать эти, в общем. Какие принимать решения. В общем, будем на связи. Мне пора бежать в горы. Если будут какие-то вопросы, пишите, будем на них отвечать. Всем всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok